По поручению главы республики 20 октября в зале администрации района было проведено очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в режиме ВКС. Участие в нем приняли главы сельских поселений, представители МВД, МЧС, ЦРБ, Роспотребнадзора, общественности и СМИ. Ввел совещание председатель оперштаба Заур Хамирзов. Вчера в 4 вечера было проведено расширенное заседание кабинета министров, где были подтверждены те задачи и решения, которые были приняты на оперативном штабе от 15 октября. Итак, по всей территории республики создаются межведомственные рабочие группы. В Майкопе эта рабочая группа уже создана на выходные дни и уже функционирует. Туда будут входить представители администрации сельских поселений, ДНД, МВД, Росгвардия и МЧС. Какие функции межведомственная рабочая группа будет выполнять? Будут наблюдать за исполнением решения оперативного штаба о масочном режиме, то есть недопущение массовых мероприятий, это соблюдение режимов стандарта, соблюдение режима самоизоляции. Глава района проинформировал присутствующих о том, что на федеральном уровне в Российской Федерации создан информационный центр по ковиду. На федеральном уровне в Российской Федерации создан так называемый центр ИЦК, информационный центр по ковиду. Каждый понедельник каждый субъект Российской Федерации отчитывается о проведенной работе по профилактику нераспространения ковидной болезни. То есть, какое количество проверок на подведомственной территории, а что, какое количество протоколов выписано, сколько из них доведено до суда. Председатель оперативного штаба отметил, что все руководители ИП обязательно должны знать о грядущих проверках, а также призвал участников межведомственной рабочей группы работать сообща. Одними из представителей этой группы будут участковые уполномоченные. С некоторыми пояснениями по этому вопросу выступил начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзаур Гишев. Участковый имеет право составить административный материал. Это у него в полномочиях есть. Попросил бы, значит, когда будет выявляться правонарушение, чтобы также как бы и объяснение помогали брать, как бы на месте это все документировать. Все прекрасно понимают, что участковых не так много. По этой работе у нас будут заниматься участковые. Вот в телефонном режиме, пожалуйста, с ними определяйтесь. Вот по тому режиму работы, как вы определитесь. Далее слово было предоставлено заместителю главы по экономике Марии Туглановой. В своем выступлении она отметила, что на прошлой неделе было проверено 139 объектов и выписано 6 протоколов за нарушение санитарных норм. Затем с дополнениями и пояснениями к присутствующим обратился начальник отдела ГО и ЧС Николай Зверев. Зарус Кобеевич, если участковые инспектора наделены полномочиями составлять административные протоколы по статье 20.6.1, они составляют протоколы и по другим статьям административных правонарушений. То есть это грамотные опытные специалисты, которые уже не один протокол за свою жизнь составили об административном правонарушении. Я думаю, и по этой статье они без вопросов его грамотно могут составить со всеми нюансами, юридическими коллизиями и так далее, и подготовить для передачи в суд. Они имеют полное право этот протокол подписать и передать его в суд. И еще вот я хотел бы обратить внимание, вот последнее решение оперативного штаба, которое у нас было 15 октября. Здесь есть, значит, пункт 3, пункта 11, это вот где говорится про соблюдение масочного режима. Если позволите, я его прям зачитаю, чтобы всем было понятно. Рекомендовать главам муниципальных районов обеспечить доведение до граждан, индивальных предпринимателей и юридических лиц, о необходимости соблюдения требований по использованию средств индивальной защиты органов дыхания и рук в случаях посещения зданий, сооружений, строений, в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождение в транспорте общественного пользования на объектах инфраструктуры, автовокзалы, станции, пассажирские остановки, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу. То есть, если человек идет в парке без маски, он не нарушает вот эти вот требования Роспотребнадзора, которые, значит, рекомендуют носить маски. Только там, где, значит, в магазинах, на автостанциях, в закрытых помещениях. Вот к этим лицам точно так же можно будет применять вот этот вот пункт 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. В заключении глава района еще раз потребовал от участников оперативного штаба неукоснительно соблюдать все нормы и рекомендации Роспотребнадзора, а также проинформировал о новых ограничительных мерах. Школы, садики, дома культуры – все массовые мероприятия временно отменяем. И еще раз самое пристальное внимание к свадебным мероприятиям и похоронным обрядам. Натуся Кучмезова, Сергей Вабынцев. Новости Кашхабского района.